Всем привет, с вами Димир, это канал Избро, я в Пэдсимулятор 99, где сегодня выйдет обновление. Обновление будет 19 часов по московскому времени, и это обновление мы, конечно, встретим с вами на стриме. Фанпэй это торговая площадка, на которой вы можете купить не только робокс или предметы в роблоксе, но и в любой другой онлайн игре. Сервис работает с 2015 года и отлично себя зарекомендовал среди игроков. Оценка сайта 4,9 при 20 тысячах отзывов, это первый и самый крупный маркетплейс для геймеров в СНГ. На сайте вы найдете товары для сотен онлайн игр, а торгуют ими тысячи обычных игроков, и за высокой конкуренции между ними на фанпэй очень низкие цены. Все сделки проходят несколько этапов, оплата, выполнение заказа и подтверждение. Продавец получает деньги только после того, как выполнит заказ, поэтому покупать на фанпэй дешево и безопасно. Ссылку на сайт вы найдете в описании к этому ролику. Ну а сегодня в этом ролике вы узнаете всю информацию по поводу обновления, а также расскажу, как получить бесплатно хайповые яйца после апдейта. Ну а перед началом обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик и поставьте тысячу лайков за сегодняшний день под этим роликом. И если у вас получится это сделать, 150 миллионов гемов разыгрывают среди вас. Лайк, подписка, колокольчик, интересный комментарий под роликом и в комментариях обязательно указывайте свой логин от Роблокс. Ну что, ребята, у нас по-прежнему доступны хайп-яйца. Нужно после игры зайти, а собственно в пэт-симулятор, после обновления зайти в пэт-симулятор и вы получите количество яиц, равное вашему рангу. У меня ранг по-прежнему 26, соответственно 26 яиц я получу. Если будет по-прежнему условия такие же, как после прошлого обновления, то в течение суток вы сможете свою награду забрать. Вот, ну и советую, конечно, сразу после обновления эти хайп-яйца продавать, а потому что стоимость с каждым днем будет все меньше, меньше и меньше. Ну и по-прежнему в этих яйцах будет шанс получить титанического питомца, которых 8 прямо сейчас в игре, а ну и шанс получить хьюдж дракона, которых сейчас практически 2000. Но остальные награды, ребята, по-прежнему мусорные. А ну и давайте, ребята, сразу потратиться, я заберу подарки, которые вы мне отправляли. Всем огромное спасибо, по-прежнему на аккаунт диммер, нижнюю подчеркну, ютб, вы свои подарочки можете отправить всем, блин. И по-прежнему у меня знаки вопроса, не знаю, как разработчики с этим справятся, вот. Но по-прежнему, о, спасибо за флешки, но по-прежнему ваши логины, к сожалению, не видны. Оба-на, ховербордик, спасибо, так, ты мой любимый блогер, спасибо, спасибо большое. Так, бустики, прочие предметы, еще один ховерборд, спасибо, спасибо. Мне, кстати, нравится этот ховерборд, и на некоторых аккаунтах я его юзаю. Так, питомчики, питомчики, торговые лавки. Спасибо, ребята, всем огромное. Все, забрал подарочки. А ну и, собственно, ребята, еще хочу сказать интересную информацию по поводу ульты. Вот, я ее купил, я показывал себя в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм, а, скорее всего, сегодня до обновления там запустится крутой розыгрыш на гемасике. Поэтому, ребята, подписывайтесь, QR-код, а прямо сейчас на экране, плюс в Дискорд тоже обязательно заходите. Так вот, ребята, я купил себе ульту, она сейчас уже дешевеет. Но, ребята, эта ульта в локации, когда вы ее подрубаете, а с каким-то шансом очень маленьким спавнит. Смотрите что, вот такое ведерочко. И эта ведерочка повышает на 100% дроп в мини-играх. То есть, я так понимаю, запускайте это ведро, включайте. Правда, я не знаю, на сколько времени. Вот, и, соответственно, дроп в мини-играх повышается. Вот мне за сутки, практически за двое суток, а попал всего одно такое ведро стоимостью 4 миллиона. Ну, не знаю, ребята. Честно говоря, от ульта, вообще, во всех ульт, которые есть в этом режиме, толку на самом деле нет. Поэтому покупать, мне кажется, смысла особого нет. Но для теста, вот я ее заряжу до максималки 99 уровня, я думаю, что протестирую. Ну, и плюс, ребята, утром, когда вы смотрите ролик, скорее всего, у нас подрубили ивент на тройную шанс на Хуго. А в течение дня он будет меняться на Х6 и за час до обновления на Х12. Поэтому все максимальные бустики подрубайте в течение сегодняшнего дня. И у вас будут отличные шансы выбить своих юж питомцев. Ну, а теперь предлагаю отправиться вместе с вами в Телеграм. Потому что именно там я поищу информацию по поводу слива. Ребята, у нас будет ивент. Причем ивент достаточно интересный. Но, опять же, ребята, спорные вопросы. Но об этом, ребята, чуть-чуть попозже. Ну, я так думаю, начнем с постиков, которые разработчики, собственно, размещали. Вот такой скринчик. Это скрин из игры Backrooms и, соответственно, от Титанического питомца, помните, в игре? Вот, собственно, он тут изображен. И потом уже сливы с ивентой ЦОМ и, соответственно, Backrooms локация. Если вдруг не знаете, в Роблоксе есть такой режим. И там всякие страшилки, ужастики. И у нас, походу, такой ивент будет. Нужно будет... Хотя, правда, неизвестно точно. Прямо на данный момент я не знаю. Но, возможно, каждые 4 часа будет появляться какая-то локация, в которую нужно будет заходить. И, соответственно, проходить небольшие испытания. Подобные тому, что были у нас, например, радуги. Когда был День Святого Патрика. Нужно было там задание выполнять. И, соответственно, открывать доступ к какому-то ицу. Вот. И мне почему-то кажется... Опять же, ребята, это только мое мнение. А что у нас, что-то подобное будет и сейчас. Может быть, какой-то лабиринт среди комнаты. И, соответственно, в каком-то из мест. Этого лабиринта будет спавниться яйцо. И, соответственно, в течение какого-то короткого времени у вас будет шанс его подкрывать. И там будет шанс выбить классных питомцев. Ну и плюс, кстати, сливчики валюты. Будет своя новая валюта. Ну и плюс текстурки некоторых элементов. То есть у нас в локациях, скорее всего, будет появляться. Хотя, может быть, спавниться будет вообще отдельный мир какой-то. Было бы круто, если действительно была бы отдельная локация. Чтобы можно было в ней фармиться. Чтобы там предметов куча падала. Ну и, соответственно, чтобы всегда было доступно яйцо. Это вообще было бы в идеале. Вот. Но почему-то, мне кажется, такого не будет. Скорее всего, также валюту мы будем фармить в обычных локациях. И потом на короткое время переходить в какую-то другую зону. Не хотелось бы, чтобы это случилось. Но, не знаю. Посмотрим в течение дня. В телеге, опять же, буду постить информацию. Возможно, что-то подробнее мы узнаем. А плюсы. Появились сливы сразу шести новых яиц. Вот. Одно яйцо должно быть эксклюзивное за робоксы. Одно яйцо, соответственно, в зоне, которую я показывал вот здесь. Ну и плюс по поводу других яиц. Пока что, ребята, информации нет. Соответственно, уже опубликованы все текстурки этой Backrooms. Вот. И плюс сливчики некоторых питомцев. Но они в таком зловещем стиле сделаны. Ну, в принципе, с одной стороны прикольно. А плюс у нас должен появиться Backrooms пак. За робоксы. Подобно Forever Pack. А, соответственно, там за 50 робоксов, за 100, за 25, за 250, 400, 650, 800, 950, 1200. Можно будет проходить какие-то наборчики получать. Вот. Я так подозреваю, что подобно Forever Pack'у мы с вами будем получать награды. Но, опять же, ребята, робоксы, робоксы, робоксы. Это не особо интересно. А плюс в телеге я постик наткнулся на постик, где было предложение к разработчикам делать пин-код при заходе в пэт-симулятор. То есть, заходите в игру, у вас появляется такое меню, а вы вводите кодик, и только после этого получаете доступ к игре. Вот. То есть, таким образом, от всяких хакеров хотят защитить ваш аккаунт, чтобы гемчики не потерять, чтобы питомцев не потерять. Но, с другой стороны, я не думаю, что это нужно. Во-первых, многие игроки просто будут эти пин-коды забывать. И каким образом их восстанавливать, непонятно. Скорее всего, вот таким образом просто аккаунты потеряют. Это многие потеряют. А, с другой стороны, в робоксе есть куча элементов защиты, аккаунта, которые позволяют намного надежнее защитить, собственно, ваш аккаунт. Не переходите по ссылкам, никому не доверяйте свои логины, пароли. Ну и, собственно, ребята, хорошие пароли ставьте и аутентификаторы, которые есть в самом робоксе. Если вы сами позабоитесь о своем аккаунте, то ничего с вами не случится. А плюс, вот буквально сейчас постик разместил. Разработчики пэт-симулятора угрожают пользователям твиттера, которые публикуют сливы обновления. Им пишет разработчик. Здравствуйте, пожалуйста, прекратите публиковать утечки неизданного контента. Мы подадим иск о защите авторских прав на ваши посты и аккаунт в твиттере. Эти активы являются нашей интеллектуальной собственностью, и мы обладаем этими правами как правообладатель авторских прав. Какого черта вы делаете, разработчики? Ваше дело постить информацию. Если вы ничего не постите, то мы сами найдем инфу. Нам очень интересно. И, к сожалению, некоторые пользователи ведутся на это, перестают постить информацию. Но, ребята, в теге информации всегда будет, поэтому обязательно заходите. Надеюсь, разработчики мне не напишут. Но если напишут, пошли они дальше. Многие не заметили, но, ребята, они пофиксили наконец-то бустыки спустя несколько дней после обновления. А смотрите, раньше был такой баг. Если вы набираете бустов больше, чем на сутки, то у вас они просто берут и пропадают. То есть, например, я набираю бустиков каких-то. Давайте я вот сейчас прямо на примере coin potion это сделаю. Смотрите, у меня coin potion подрублен. А прямо сейчас он будет доступен 13 часов 36 минут. Я беру potion и начинаю его добавлять сюда. Несколько там разочков. И, соответственно, с каким-то шансом у меня они могут скипнуться на другой уровень, повышенный. Сейчас я прямо специально буду много-много-много делать. Вот видите, он повысился. То есть, есть мастери. Соответственно, повышается уровень. У меня уже автоматически он перешел на уровень девятый. Вот. И раньше, если такая ситуация была, то предыдущий уровень, то есть восьмой, он бы обнулялся. Но сейчас, смотрите, добавляется. И получается, после того, как у меня закончится этот potion, на три дня будет работать уже следующий. Вот. Слава богу, разработчики это сделали. Потому что, таким образом, во-первых, люди не понимали, почему у них берут и бустики пропадают. Я тоже сначала не понял, а потом, как понял, офигел. Вот. И таким образом, люди лишались действительно апоушенов. Причем некоторые апоушены достаточно дорогие. Представляете, я на сутки, например, подрублю какой-то апоушен вот такой. А он меня возьмет и пропадет. Но это капец как обидно. Но, наконец-то, разработчики с этой задачей справились. Ну, а теперь, ребята, давайте быстренько прочитаю комментарии, которые вы оставили под прошлым роликом. Я там включаю открытие и загружаю ваши комментарии. Спасибо всем, кто оставляет комментарии под роликами. Это действительно очень-очень важно. У меня нет ни одного хуга, кроме нубских. Это, кстати, видосик, где я рассказывал про перенос питомцев из Pet Simulator X в Pet Simulator 99. Если вдруг ролик не посмотрели, обязательно посмотрите. Там много полезной информации. Возможно, вы еще чего-то не знаете. У меня нет ни одного хуга, кроме нубских питомцев. Какой смысл переносить питомцев, если у меня ни одного хуга? Ну, братан, тебе в комментариях написали, что не только для тебя эта функция сделана. Если ты в Pet Simulator X ничего не сделала, не потратил свое время, то и, понятно дело, нафига тебе что-то переносить, если ничего нет. Когда зашел в ролик, вспомнил про Титаника. Ну, братан, что делать бывает. Когда стримы, играл ли ты в игру Brawl Stars? Brawl Stars, конечно, играл. У меня 44 тысячи кубков в стрим, соответственно, сегодня. Пропуск рекламы. Зачем? Пускай рекламку лучше, ребята, смотри. Брод, пару советов. Лучшая тема для чармов. А сними видос с новыми энчантами. Новый энчант, ребята, снимать. Я вот один купил энчант, и даже непонятно, работает он или нет. Потому что сейчас не показывает количество предметов, которые падают. И, соответственно, понять, есть ли в нем смысл или нет, честно, непонятно. Но я думаю, что не стоит новый энчант покупать. Ты можешь продать все трансферные вещи и на этот гейм купить кучу хугов? Да ну нафиг. А вдруг они, разработчики, поменяют потом эту систему и в какой-то новый режим ПЭД-симулятор 999 сделают возможность переноса и из X-версии, и из ПЭД-симулятора 99. Но пускай будет для коллекции. А вдруг я захочу потом в X поиграть? Так, все-таки почему эксклюзивные питомцы переносят из ПЭД-симулятора? И эти эксклюзивные не пропадают? Почему они остаются? Но это специально сделаны разработчики, сделал такой функционал, чтобы ты мог вернуться в ПЭД-симулятор X и поиграть там. Это вполне нормально. Советую продать всех, так, ПЕТАФАН там может на Титанико соберется? Да, мне и так на Титанико хватает. Ты крутой ютубер, желаю, так, хочу, чтобы ты снял симулятор мяча. Что за симулятор мяча? А день второй, жду, когда актив будет прежний. Ну, если разработчики будут каждую неделю реально делать обновления, то я думаю, что со временем актив может даже вернуться. Такое приложение для использования для множества аккаунтов. Блокстрап, по-моему, программка называется. Надеюсь, заметишь, ты, мой любимый блогер по робоксу. Желаю все так твоей семье здоровья и богатой жизни. Спасибо большое. Привет, может нет видео, как запустить на одном компьютере несколько аккаунтов. Братишка, на ютубе полно подобных роликов. Спасибо, ребята, всем за комментарии, оставляйте интересные комментарии. И, кстати, ребята, не забывайте в комментариях указывать ваш логин от роблокс. Потому что, если вы их не указываете и вы набираете тысячу лайков, вы не сможете поучаствовать в розыгрыше на гемасике. Оставили комментарий и в конце просто написали логин. Таким образом, вы сможете выиграть гемасики. И опять, пока я читал комментарии, я не выбил хьюч питомцев. Но ничего страшного, ребята, расстраиваться не буду. Рано или поздно это случится. Ну и, конечно, ребята, сегодня будет обновление. Поэтому настроение плюс мораль. Запускаю стримчик за час или за полтора часа до выхода обновления. Вместе с вами это обновление с третьим. И, конечно, самые интересные моменты я расскажу во время стримчика. Не забывайте подписываться на канал. Обязательно ставьте лайкосики. Ребята, тысячу лайков за сегодня под этим роликом набирайте. 150 миллионов гемов разыгрываю среди вас. А плюс заглядывайте ко мне в телеграм. Там, я думаю, какой-нибудь классный розыгрыш для вас запускаю. На этом всё. Желаю всем удачи, хорошего настроения. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok